Добрый день, друзья, меня зовут Данила Михайлов, и в этом уроке мы с вами ознакомимся с интерфейсом такой программы, как Toon Boom Harmony, которая, на мой взгляд, ну просто очень удобная для анимации. Мы с вами пробежимся по всем самым основным и необходимым для традиционной анимации инструментам. Этот урок рассчитан на тех, кто ни разу еще не открывал программу, но очень хочет начать в ней работать. Сразу должен сказать, что Toon Boom имеет просто огромное количество инструментов, и чтобы разобраться во всех нюансах программы, во всех ее возможностях, одного урока, естественно, не хватит. Поэтому мы с вами сосредоточимся, как говорится, исключительно на быстром старте и на тех инструментах, которые необходимы для традиционной покадровой анимации. Вообще, сами разработчики этого софта разделяют анимацию на два типа. Это Cutout Animation и Traditional Paypaless Animation, что я привык называть перекладочной анимацией и покадровой. Названия говорят сами за себя. Перекладка – это та техника анимации, когда аниматору нет необходимости брать в руки перо и вообще иметь какие-либо навыки рисования. Достаточно знать основные принципы анимации и уметь двигать объекты, как бы перекладывать уже отрисованных персонажей и их части тела. Покадровая же – это более традиционный способ анимации. Когда аниматор рисует анимацию вручную, кадр за кадром. Ну а Paypaless, понятное дело, так называется, потому что анимация делается в такой же традиционной технике, но без бумаги. Иногда еще ее называют Tradigital, соединив два слова – Traditional и Digital. Тунбум имеет огромное количество инструментов, как для аниматоров, предпочитающих перекладочную технику, так и для сторонников традиционной анимации. И несмотря на то, что Тунбум позволяет делать перекладку невероятно удобно, и половина программ заточена именно под нее, мы сегодня не будем рассматривать эти инструменты. Цель нашего сегодняшнего урока – это первое знакомство с программой, и наше внимание будет направлено исключительно на инструменты по кадровой анимации. Если вкратце, в этом уроке вы научитесь подстраивать программу под себя, импортировать и экспортировать материалы, узнаете об особенностях таймлайна, кадров и библиотеке, об удобствах работы с цветом и палитрой в Тунбуме. Также мы продемонстрируем, как работает 3D-пространство. Ну и в целом, зная, что многие из вас уже являются опытными моушн-дизайнерами, мы покажем, как Тунбум может стать отличным дополнением в вашем арсенале и сделать ваши ролики на уровень лучше. Итак, приступим. Первое, с чего вам следует начать, это с сайта – tunboom.com. Здесь вы сможете не только скачать программу, но также пройти курс обучения, связаться с техподдержкой, получив помощь в любое время, зарегистрироваться на форуме, где собираются юзеры со всей планеты, а также вы даже сможете найти работу или нанять кого-то на работу прямо на сайте. В общем, как по мне, Тунбум делает все для того, чтобы сделать свое сообщество сплоченным. Итак, первое, что вы увидите, перейдя на сайт, это последние новости. В данном случае мы видим, что буквально на днях вышла новая версия программы – Harmony 16, в которой появились некоторые весьма удобные фишки. Кликнув Learn More, мы попадаем на страничку Features, где можно посмотреть ознакомительное видео, прочитать о всех достоинствах и новшествах программы, скачать 3А на 21 день, а также вкратце увидеть, какие студии пользуются Тунбумом и какие мультфильмы или сериалы были в нем сделаны. Прежде чем стать членом Тунбум сообщества и скачать программу, надо пройти регистрацию. Процедура несложная и займет у вас, наверное, пару минут. Зато зарегистрировавшись, вы получаете свой личный кабинет на сайте, где сможете контролировать все ваши подписки, покупать или приостанавливать их, видеть все использованные или не использованные триалы и скачанные программы. Также вы действительно становитесь членом сообщества и получаете доступ ко всем видеоурокам, туториалам, официальному форуму по Тунбуму, различным фишкам и типсам, которых на сайте просто огромное количество. На самом деле, любой, кого заинтересовал данный софт, сможет целиком и полностью ему обучиться прямо на сайте. Тут есть ответы на все вопросы. Достаточно зайти в раздел Learn, и тут можно обучаться либо самостоятельно, либо нанять себе индивидуального тренера, что в принципе не обязательно, потому что на сайте довольно простая и вполне доступная для понимания система самообучения, в которой вы найдете ответ на любой ваш вопрос. Заработчики предоставляют на сайте воспользоваться тремя их программами Harmony, Storyboard Pro и Producer. Нас интересует сейчас только Harmony. Вы можете сразу посмотреть желаемые системные характеристики, операционную систему, процессор, монитор, оперативную память, видеокарту. Причем сайт нам сразу показывает, при каких системах насколько хорошо будет работать программа. А в самом низу нам предлагается попробовать триал, или же сразу купить программу. Сперва, естественно, кликаем на триал. Разработчики поступили очень хитро. Они сделали три версии программы. Premium, Advanced и Essentials. Каждая имеет разный набор инструментов и соответственно стоимость. При этом, что самое интересное, каждый имеет свой триал в 21 день. То есть при желании можно 63 дня пользоваться программой бесплатно, скачивая разные версии. Наша с вами задача, это покадровая традиционная анимация. А для такой задачи вполне себе подойдет средняя Advanced версия. Essentials, если честно, слишком уж обрезанная версия, в которой многие инструменты просто отсутствуют. А Premium напичкана такими функциями, которые особо не пригодятся в покадровой анимации. Поэтому не вижу смысла переплачивать лишние деньги и советую смело скачивать Advanced версию. Ее будет вполне достаточно. Но предварительно, естественно, можете скачать триал премиума, пользоваться им 21 день, а затем скачать триал Advanced. И у вас будет еще 21 день. То есть в целом у вас будет почти полтора месяца бесплатного пользования. Этого срока вполне хватит, чтобы освоить софт. Более того, вы даже можете успеть выполнить какие-то проекты в этот период и заработать себе на платную подписку. Триал не накладывает некие водяные знаки при рендере и никак не ограничивает. Он в точности отображает весь функционал платной подписки. Поэтому скачав триал, можно сразу приступать к работе. Ну и последнее, что должен сказать. На сайте Тунбума, если вы пролистаете страницу в самый низ, то справа найдете кнопочку Student Pricing, щелкнув по которой перейдете на страницу студенческой подписки, которая на самом деле абсолютно ничем не отличается от обычной платной подписки. Поэтому если вы воспользуетесь во время обучения этим предложением, вы сможете сэкономить себе неплохую сумму. Итак, с сайтом мы с вами разобрались, скачаем нужный вам Тунбум и давайте приступать к освоению интерфейса. Давайте откроем наш Тунбум. Щелкаем по иконке Harmony Advanced и первое, что мы с вами видим, это вот такое окошко, которое нам предлагает либо создать новую сцену, либо открыть ранее созданную. Чтобы создать новую, достаточно просто ввести название сцены и выбрать директорию, где она будет находиться. При этом вы также можете выручить какой-либо пресет, который определит размеры вашей сцены и количество кадров в секунду. Но сейчас делать этого не обязательно, это можно исправить уже когда вы создадите саму сцену. Итак, щелкаем новая сцена, ну а я открою ранее подготовленную. Итак, вот как выглядит интерфейс программы. Добро пожаловать в Тунбум Harmony. Я для вас подготовил небольшой списочек. Это список тем, которые мы сегодня с вами рассмотрим. Именно то небольшое количество пунктов, которое необходимо для быстрого старта. А именно, это интерфейс программы, то есть мы посмотрим, в какой части экрана какие окна находятся и для чего они нужны. Далее, горячие клавиши. Затем рабочее пространство, то есть главное большое окно, в котором рисуется вся анимация и прилегающие к нему кнопочки. Затем инструменты рисования. Параметры каждого инструмента. Затем таймлайн. Палитры цвета. И импорт, и экспорт анимации. То есть, по идее, после просмотра этого урока вам станет понятно, как устроена программа и как можно начать в ней работать. Наверняка каждый из вас, когда начнет работать в Тунбуме, обратит внимание, что что бы он ни нарисовал, имеет какой-то пиксельный характер, как будто бы изображение плохого качества. Но этого не стоит пугаться. Дело в том, что Тунбум использует OpenGL, который упрощает картинку и делает нагрузку на процессор намного меньше. Благодаря этому работа в Тунбуме идет без тормозов, очень гладко и быстро. Рядом с этой кнопкой есть Render View, щелкнув по которой, вы увидите, как картинка будет выглядеть на самом деле при рендере. Если вы приблизите вашу картинку, вы увидите то, что при рендере Тунбум переводит ее в растер. То есть, если вы работаете в векторе, то при рендере он делает растер, и картинка становится более мягкой и более приятной. Если же вас напрягают это количество пикселей, то вы можете зайти в настройки, в Preferences, перейти во вкладку OpenGL и активировать сглаживание этих пикселей, щелкнув по вот этой клавише и добавив количество сэмплов, скажем так, 10 или 15, и щелкнуть ОК. Но зачастую, чтобы увидеть результат, нужно будет перезагрузить программу. Первый у нас это интерфейс. Интерфейс можно разделить на две полосы верхней и левой части экрана и четыре небольших окошка. Первый из которых, самое большое и самое главное, это рабочая область. Чуть ниже это Timeline. И справа еще два небольших окошка. Нижнее это палитра и цвета сцены. И повыше это Tool Properties. То есть параметры каждого из инструментов, которые вы будете выбирать в левой части экрана. Как вы видите, когда я щелкаю по каждому из этих окошек, она выделяется цветной линией. По дефолту это красная линия. Я же себе поменял на зеленый, более приятный цвет. У каждого из этих окошек в верхней правой части вы увидите некоторое количество вкладок. Щелкнув по каждой вкладке, вы увидите то, что окошко меняет полностью свой характер. Эти вкладки можно добавлять и удалять. Справа от них вы увидите две кнопки, это крестик и плюсик. Крестик, соответственно, удаляет вкладку. А нажав на плюсик, вы можете добавить вкладку из небольшого списка. Также вы можете регулировать размер всех окон. Щелкнув по грани, которая стоит между окнами, вы можете менять размер окна. Причем можно менять размер всех окон абсолютно. Также на этих гранях вы увидите по две кнопочки. Вверх-вниз или вправо-влево. Нажав на эти кнопочки, вы можете свернуть или развернуть окно. То есть, если, предположим, у вас накопилось огромное количество слоев в таймлайне, и вам неудобно работать в таком маленьком окошке, вы можете развернуть его на весь экран, сделать все необходимые операции со слоями и свернуть обратное окошко. С интерфейсом, думаю, более-менее понятно. Давайте перейдем к горячим клавишам. Но предварительно должен сказать, что горячие клавиши могут на самом деле отличаться в зависимости от того, какое окно у вас выбрано. То есть, нажимая на одни и те же клавиши, вы можете вызывать разные функции, если у вас выбрано окно, предположим, рабочей области, либо же таймлайна. Поэтому просто смотрите за тем, какое окно у вас выбрано, когда вы нажимаете клавиши. А теперь давайте перейдем непосредственно к настройке горячих клавиш. Щелкаем Harmony Advanced, затем Preferences, и мы сразу же попадаем в окно настройки горячих клавиш. Вы можете сразу же увидеть вот такую большую кнопочку, в которой есть у нас три вида раскладок. Выбрав любую из них, вы получаете разную раскладку клавиатуры. Если вы раньше пользовались такой программой, как Adobe Flash, или как сейчас она называется Adobe Animate, то для вас все гораздо проще. Выбрав ее, вы получаете раскладку клавиатуры, идентичную, как в Adobe Flash. То есть все горячие клавиши будут точно такие же. И при этом можно еще как-то настраивать, выбирая папочки, выбирая функции. Когда вы щелкаете по какой-либо функции, справа вы видите описание этой функции. И чуть пониже черный прямоугольник, щелкнув по которому, вы можете выбрать горячую клавишу. Если вы щелкаете по горячей клавиши, а к ней уже привязана какая-то функция, то он бум сразу же об этом вам сообщает. И вы можете либо заменить предыдущую функцию на новую, либо же отменить операцию. Чуть пониже находится строка поиска. И порой настраивать горячие клавиши даже удобнее в ней. Здесь есть именно сама строка ввода, и чуть пониже две кнопочки. То есть искать можно либо по названию функции, либо по шорткату. То есть по самой клавише. Предположим, вы хотите узнать, что у нас находится на клавише Q. Щелкаете сюда, и вы видите не только то, что находится на самой клавише, но и все сочетания клавиш, которые связаны с Q. То есть это Shift Q, Command Q, Alt Q и так далее. Если вы щелкаете по вот этим стрелочкам вправо и влево, то вы можете найти все результаты поиска. Сейчас я покажу, как я настраиваю под себя горячие клавиши TuneBloom. На самом деле, меня вполне устраивает раскладка Adobe Flash, потому что я когда-то давно пользовался этой программой. Единственное, что я хочу себе добавить или исправить, это Zoom, во-первых, чтобы приближать и отдалять камеру во время рисования. И еще две клавиши, которые увеличивают, либо же уменьшают продолжительность отдельно взятого кадра. Для этого по названию функции вводим Zoom. Мне нужен именно ZoomIn и ZoomOut. Я ставлю Z. И на ZoomOut я ставлю клавишу, которая находится слева от Z. Эти клавиши я выбрал, потому что они находятся рядышком со всеми остальными клавишами, которыми я пользуюсь. И мне так приближать удобней. Далее я ввожу в поиске Exposure. Так называется именно рисованный кадр в TuneBloom. Мне нужен Decrease Exposure и Increase Exposure, что по дефолту это плюс и минус. Но так как я пользуюсь ноутбуком, я плюсик себе заменяю на знак равно. Все отныне, у меня клавиатура настроена. Теперь я могу продемонстрировать. Я нажимаю клавишу Z, то есть ZoomIn работает, ZoomOut тоже работает. Чтобы восстановить полностью окно, как оно было изначально, зажимаем клавишу Shift-M. И, кстати, должен сказать, чтобы работали ваши горячие клавиши, должна быть именно английская раскладка. Теперь проверяем Exposure, щелкаем на кадр, нажимаю равно, нажимаю минус. Все работает. Все отлично. Плюс небольшое дополнение к горячим клавишам, которые связаны с инструментами. Если вы до этого пользовались какими-либо программами, связанными с рисованием, вы наверняка знаете, что Brush или кисть и стерка, они, как правило, привязаны к таким клавишам, как B и E. И TUMBOOM не исключение. По крайней мере, на флешевской раскладке здесь тоже кисть и стерка находятся на клавишах B и E. Предположим, у вас в руках сейчас находится кисть, но вы хотите переключиться на стерку. Но нажав на клавишу E, вы не переключитесь на стерку. Если вы хотите взять стерку, вы должны нажать на клавишу E и удерживать ее. Пока вы ее удерживаете, у вас в руках будет стерка. Стоит вам ее отпустить, как вы возвращаетесь к предыдущему инструменту, в данном случае к кисти. Это весьма удобная фишка. Она позволяет вам случайно не переключаться между инструментами, нажав на ненужные клавиши. Но если же вы все-таки хотите полностью переключиться на стерку, то вам нужно нажать сочетание клавиш Alt-E, либо же на маке Option-E. В таком случае вы выбираете стерку и пользуетесь исключительно ей. Та же ситуация относится ко всем остальным инструментам. Чтобы обратно переключиться на кисть, вам также нужно нажать сочетание клавиш Option-B на маке, либо же Alt-B на винде. Итак, перейдем к следующему пункту под названием Working Space. Это и есть вот эта большая рабочая область, в которой и рисуется сама анимация. На самом деле про эту область сказать нечего, поэтому я расскажу про кнопочки, которые прилагаются к этому окошку. Начнем снизу. Во-первых, если я отдалю окошко, вы заметите то, что моя рабочая область, она отделена такой большой темной рамкой. Темная рамка включается при помощи вот этой кнопочки. Если ее отключить, то мы увидим то, что мы можем рисовать на самом деле где угодно, даже за пределами нашей сцены. Справа от этой кнопки есть другая кнопка под названием Safe Area. Она показывает безопасную для рисования область и центр нашей сцены вот таким большим крестом. Чуть правее вы можете найти другую кнопку под названием Reset View, которая восстанавливает и централизует нашу сцену. Либо, как я и говорил ранее, это можно делать при помощи сочетания клавиш Shift-M. Правее кнопки, с которыми вы уже знакомы, это OpenGL View и Render View. Ну и слева самая важная кнопочка здесь это Light Table, на которой изображена вот такая желтая лампочка. Я сейчас ее отключу и продемонстрирую, как работает Light Table. Для этого мне нужно добавить несколько слоев. Добавлю два слоя и в каждом из них я нарисую по кружочку. В этом слое и в этом. Теперь я включаю функцию Light Table, нажимаю на лампочку и вы видите то, что у меня выделился один кружочек. Именно тот, который находится на том лейере, который сейчас выбран. Если я переключаюсь на другой слой, то у меня подсвечивается то, что находится в этом слое. Переключаюсь на текст, у меня подсвечивается текст. При этом вы видите, что все остальные слои, они становятся как бы полупрозрачными. Чтобы настроить функцию Light Table, давайте щелкнем по вот этой кнопочке, которая называется Top Light. У нас открывается окошко, в которое вы видите несколько ползунков, два из которых связаны с Light Table. Light Table Opacity и Light Table Wash. Если вы начинаете крутить Light Table Opacity, то вы видите, что все слои, которые у нас не выделены, становятся более прозрачными или менее прозрачными. Также, если вы будете крутить Light Table Opacity, вы можете обесцветить те слои, которые у нас выбраны. Это делается для удобства работы, для удобства рисования в отдельном взятом слое. Следующая кнопочка справа от Top Light это зеркало. Она появилась только в последней 16 версии Harmony, щелкнув по которой просто ваша рабочая область отражается зеркально по горизонтали. Это порой бывает необходимо художникам, которые рисуют от руки, потому что зачастую персонажи могут просто наклоняться вправо или влево, а при помощи вот этой функции вы можете контролировать свои рисунки. Итак, идем дальше. Слева вы видите две кнопочки, одна серая, другая оранжевая, Show Control и Hide Old Controls. Эти кнопки нужны для аниматоров, которые работают перекладкой. То есть, если вы один объект перетащили в другую часть экрана, чтобы показать или скрыть траекторию, вы можете воспользоваться этими кнопочками. Замочек, естественно, он блокирует слой выделенный, либо разблокирует все остальные слои. Следующая кнопочка Flaton. Сейчас продемонстрирую, что это такое. Работая в программе TuneBoom, вы должны понимать, что когда вы рисуете какие-то объекты, какие-то линии, то каждая линия, она сохраняет свою индивидуальность и независимо не сливается с остальными линиями. То есть, вы можете контролировать их, вы можете редактировать их, вы можете крутить, уменьшать в размере и так далее. Если же вы выделите некоторое количество линий и нажмете кнопочку Flaton, то они все объединятся в один объект. То есть, вы уже не можете по отдельности эти линии перетаскивать и как-то их редактировать. Следующая кнопка это Create Cover Art from Align Art. Об этом я расскажу чуть позже. Дальше, это Reset of Transformation. Если вы трансформируете какой-то объект, то при помощи кнопки Reset вы можете восстановить все трансформации. Следующая кнопочка Show Grid. Для тех, кто пользуется сеткой. Лично я ей не пользуюсь. Следующий слева ряд кнопочек, которые выглядят как кисточки, это на самом деле пресеты. Пресеты инструментов. Чтобы показать, как ими пользоваться, я сейчас удалю текущие и создам новые пресеты. Чтобы создать необходимый пресет, мы должны выбрать инструмент, который нам нужен. Это может быть как стерка, карандаш или кисточка или все что угодно. Далее мы выбираем толщину нашей кисти. Как-то можем мы его настроить. Выбираем цвет и нажимаем, когда у нас кисть уже готова, мы с вами нажимаем плюсик. То есть добавить пресет. Здесь мы можем ввести название. Допустим, BrushPreset 1 и выбрать для него Shortcut. Здесь нам предлагается выбрать от 1 до 10. Здесь на самом деле не видно, но написано Shortcut 0.1, 0.2, 0.3 и так далее. Предположим, мы выбираем первый. Нажимаем ОК. Все, у нас появился один пресет, BrushPreset номер 1 с Shortcut номер 1. Чтобы понять, что за Shortcut номер 1, нам нужно перейти в Preferences, то есть обратно в настройку горячих клавиш. Мы с вами вводим Shortcut и видим, вот они наши Tool пресеты, Shortcut от 1 до 10. Здесь вы можете проставить допустим от 1 до 10 на каждой из них, чтобы было понятнее, где что будет находиться. Поменяем. Нажимаем ОК. И теперь, кликнув по клавише 1, мы с вами вызываем пресет, тот, который сохранили. Если мы нажимаем клавишу 2, предположим, и у нас есть пресет под клавишей 2, то мы переключаемся на него. Так можно настроить несколько кистей в сочетании со стеркой, например, или с заливкой. Чтобы управлять вашими пресетами, нужно нажать на кнопочку менедж пресет. Тут можно их изменить или бы удалить. И последнее, что я должен сказать по нашему пункту working space, это две кнопочки справа этого окошка. Мы видим то, что на рисунках нарисованы нижний слой и верхний слой, буковки L и C. Это у нас line art и color art. Это как бы является подслоями, то есть у каждого нашего лейра есть еще два подслоя. И тумбум устроен так, то что у нас рисуется анимация. Давайте я покажу в новом слое. Предположим, вы рисуете анимацию и вы уже даже ее почистили, то есть у вас уже чистая анимация идет. Она уже готова. Не один кадр, а уже прям серия. И вы дошли до этапа, когда вам нужно ее раскрасить. И для того, чтобы раскрасить вашу анимацию, существует такой подслой, как color art. То есть все, что вы нарисовали, оно было нарисовано в line art, то есть в линиях. Нижний слой это заливка. Если вы переключитесь на нижний слой, вы уже не сможете выделить ваш объект, потому что он уже находится в другом подслое. Вернемся к той кнопочке, которую я пропустил чуть ранее. Называется create color art from line art. Для этого мы с вами должны выделить вашу анимацию, ваш объект и щелкнуть по этой кнопочке. Поначалу, казалось бы, ничего не изменилось. Но если вы перейдете в color art, в нижний подслой, то вы увидите то, что образовалась синяя линия, причем она замкнутая. И здесь мы теперь спокойно можем взять и залить эту линию каким-либо цветом. Вернувшись в line art, мы с вами теперь можем редактировать линии, но это уже не будет влиять никак на заливку. То есть, грубо говоря, все наши линии, они никак не пересекаются с нашей заливкой. Если нам нужно редактировать линии, можем это делать независимо от заливки. А если нам нужно редактировать заливку, то мы можем это делать независимо от линий. И тут есть кое-какие подводные камни. Вы должны просто помнить, что есть такая вещь, как cover art и line art, такие подслои, что если вдруг вы, например, нарисовали какой-то рисунок, а потом вдруг почему-то не можете его выделить или там потереть стеркой, то значит, скорее всего, вы просто случайно переключились на color art. Я сам натыкался на такое несколько раз, когда при помощи горячей клавиши случайно нажаты и переключался на cover art, а потом не понимал в чем дело, когда не мог выделить свой объект. Просто надо запомнить, что есть такая вещь. Ну а теперь давайте вернемся к нашему списку. По working space мы с вами закончились, теперь переходим к tools, к инструментам рисования. Плюс заодно вкратце рассмотрим tool properties, то есть на параметры каждого инструмента. Естественно, мы не будем с вами рассматривать все, потому что в этом нет необходимости, мы рассмотрим самые основные. Итак, первый инструмент это select. То есть это обычная мышка, обычная стрелочка для выделения, только здесь она работает как лассо в фотошопе, что порой бывает удобно, когда нужно выделить какие-то объекты, не цепляя при этом другие. Но если кто хочет, тот может переключиться на обычный прямоугольник. В tool properties есть несколько кнопочек, например, вы можете выделить объект и есть такие операции, как отразить зеркально, по горизонтали, по вертикали и либо повернуть на 90 градусов по часовой либо против часовой стрелки. Тут также есть такие же кнопочки, как Flatten, которую мы рассматривали в нашей рабочей области сверху здесь, либо же Create Color Art from Line Art, точно так же, если вы выделяете объект, вы можете создать линии для последующей заливки. Также есть такая красная стрелочка, при помощи которой, если она у вас активирована, щелкайте по какому-либо цвету и у вас выделяются все объекты данного цвета. Также есть некоторые инструменты примагничивания, то есть если у вас активирована она и вы перетаскиваете какой-то объект, то он у вас будет примагничиваться к другим объектам. Если вы еще раз щелкните по выбранной стрелочке, вы найдете другой подинструмент, который называется Cutter. Чтобы продемонстрировать, как он работает, я создам новый слой и при помощи кисти нарисую вот такой квадратик. Выбираем Cutter и при помощи Cutter мы теперь можем просто взять и обрезать все ненужные концы. Либо же мы можем выбрать ненужный участок и его удалить. Весьма удобный инструмент. Следующий инструмент это Contour Editor. Те, кто работал раньше в Adobe Illustrator, те наверняка знают, что это такое. Если мы при помощи кисти нарисуем что-либо, то при помощи Contour Editor мы можем редактировать контур этого объекта, выделяя точки и при помощи всем известных кривых безе редактировать контур. Либо же, если вы рисуете не кистью, а карандашом, то при помощи Contour Editor вы можете контролировать и редактировать всю линию при помощи тех же кривых безе. То есть выделять точку и менять направление. Следующие три инструмента, такие как Brush, Pen и Eraser, они являются основными инструментами для рисования. У них одинаковые параметры настроек в Tool Properties. То есть если мы любую из них откроем, то мы увидим, что в правом окошке у них такие ползунки как Maximum Size, то есть размер кисти, затем Smoothing, то есть процентное соотношение сглаживания линии. То есть если мы рисуем линию, Tumbo может автоматически сгладить все наши неровности. Чуть ниже у нас есть пресеты, причем, как вы можете заметить, здесь пресеты не только векторных кистей, тут также есть и растровые кисти. Или в Tumboome они называются текстурные кисти. Если мы скроем эти пресеты, под ними мы также увидим несколько кнопочек. Во-первых, по поводу настройки нашего броша. Если мы щелкнем на стрелочку вправо, то здесь мы можем увидеть Brush Type. Мы можем использовать как векторную кисть, так и текстурную кисть. Тут есть небольшое количество текстурных кистей. И выбрав любую из них, вы можете ее настроить как вам надо. То есть от самого слабого нажатия на перо до самого сильного. То есть вы можете увидеть, что при слабом нажатии у нас будет тонкая линия, при сильном нажатии у нас будет толще. Также есть небольшие настройки, так как Random Size, Random Angle, Random Spacing. Ну, примерно все то же самое, что и есть в фотошопе. Настроив любую кисть, можно потом сделать пресет и поставить на нее шорткат. Теперь о кнопке Draw Behind. Когда в Тумбуме вы рисуете что-либо, все ваши рисунки, все ваши линии, они всегда, как правило, рисуются поверх того, что уже было нарисовано. Кнопка Draw Behind позволяет рисовать под объектами, то есть как бы на заднем плане, что порой бывает очень полезно. Следующая кнопка, которая вам может понадобиться, это кнопка Auto Flatten. Как вы помните, все рисунки, все линии, которые вы рисуете в Тумбуме, они все отделены друг от друга. Когда вы рисуете со включенной кнопкой Auto Flatten, то все ваши линии, они объединяются в один рисунок. То есть это уже не отдельные линии, это отдельный объект. Следующий инструмент это Pencil, то есть карандаш. У него примерно те же настройки, что и у браша. Также есть текстурные кисти, также размер кисти и примерно те же самые настройки. Чуть ниже инструмент штампик, при помощи которого можно рисовать какой-то объект и клонировать его, заменяя цвет или размер. Ниже инструмент стерки, где в основном вам придется только менять размер. Далее инструмент текста, тут тоже ничего необычного, просто выбираете шрифт, выбираете размер и можете писать текст. Следующий инструмент Rectangle, при помощи которого можно просто рисовать прямоугольники. И если у вас включена функция After Fill, то ваши прямоугольники будут заполняться тем же цветом, который у вас выбран. Если вы щелкнете еще раз по Rectangle, вы увидите еще некоторые инструменты, такие как Ellipse, Line и Polyline. Ellipse рисуется так же, как Rectangle, Line это просто линия, а Polyline это инструмент, аналогичный и Panel в Photoshop, при помощи которого вы также рисуете такие же линии, как и Pencil, только при помощи кривых безе. У него тоже есть Auto Fill, есть Magnet и еще кое-какие тоже пресеты. При помощи этого инструмента обычно делается Clean Up во время анимации, то есть когда у вас уже черновая готова, создается еще один слой выше и при помощи Polyline вы можете рисовать прямые аккуратные линии, а затем при помощи Contour Editor вы можете редактировать, если есть при этом необходимость, вашу линию, при помощи вот таких контроллеров. Следующий инструмент заливка. Заливка в TuneBoome очень интересная, потому что есть несколько разновидностей заливки. Сейчас я продемонстрирую, как работает каждый из них. Для этого мне нужно нарисовать какой-нибудь объект, который мы будем с вами перекрашивать. Я нарисую кружок. Выбираем нашу заливку, выбираем другой цвет и во-первых, обратите внимание, то что заливка у нас как бы рисует некую линию. Это потому что заливка здесь работает как в осо, так же как и инструмент Select. Выбрав заливку, она перекрашивает те области, которые вы задеваете. То есть сейчас я задел исключительно контур нашего кружочка и поэтому контур перекрасился. Если я выделяю полностью наш объект, то помимо перекрашенного контура, так же закрашиваются неокрашенные внутренние части объекта. Закрашиваются пустоты. Следующий вид заливки это Paint Unpainted. То есть закрасить незакрашенное. Если я точно так же выделяю наш объект, то он закрашивает исключительно пустоты. Он не перекрашивает цвета, он закрашивает именно те участки, которые не были прокрашены. Следующая заливка это Repaint. То есть он перекрашивает. Соответственно, если мы выделяем опять наш объект, он перекрасил наши уже закрашенные зоны, но не закрасил наши пустоты. Инструмент Unpaint, он просто удаляет цвет. И еще среди заливок вы можете увидеть такие два инструмента, как Stroke и Close Gap. Сейчас я объясню, что это такое. Stroke это как бы невидимые линии. Они не просто так находятся среди заливок. Если я при помощи Stroke разделю наш объект, то сразу же выскакивает окошко, которое мне говорит о том, что вы нарисовали только что невидимую линию. И чтобы эту линию увидеть, вы должны активировать функцию Show Strokes. Мы нажимаем ОК. По умолчанию у меня Show Strokes находится на клавише D. То есть, если я щелкаю по клавише D, я сразу же вижу ту невидимую линию, которую мы с вами только что нарисовали. Если я еще раз нажимаю клавишу D, то я снова скрываю эти линии. Если у вас на клавише D не всплывают невидимые линии, вы можете зайти в Preferences. В строке поиска вы можете ввести Show Strokes и поставить нужную клавишу, щелкнув вот по этому прямоугольнику. Итак, как вы видите, наша линия, она делит объект пополам, поэтому если мы теперь выбираем инструмент заливки, она будет закрашивать каждую часть отдельно. Если я щелкну по нашему кружочку, он не закрасится полностью. Он закрасится ровно до той линии, которую мы с вами провели. И эти невидимые линии работают даже тогда, когда мы их с вами не видим. Можете убедиться в этом сами. Следующий инструмент Close Gap. Close Gap работает примерно так же, но немножко с небольшим отличием. Если Stroke, когда мы с вами рисуем, он сохранит ту форму, которую мы нарисовали, то Close Gap вообще не рисует по идее никаких линий. Close Gap существует для того, чтобы закрывать какие-то дырки. То есть, если вы нарисовали какой-то объект, а он оказался незамкнутым, то вы закрасить его не сможете. Но при помощи инструмента Close Gap если вы пройдетесь по контуру, то он скорее всего закроет все дырочки, которые вы оставили. Вот смотрите, я, допустим, нарисую вот такую форму и он ее никак не сохранил, он просто поймал два объекта и между ними нарисовал прямую линию. Таким образом работает этот инструмент. Ниже под заливкой у нас находится инструмент Dropper, который на самом деле является просто пипеткой. Как видите, у нас сейчас выбран черный цвет. С помощью пипетки можем выбрать необходимый цвет. Далее под пипеткой у нас находится Pivot. Многие из вас уже наверное знают, что такое пивот. Это просто как бы якорь, вокруг которого у нас будет происходить все деформации. То есть если я поставлю якорь вот здесь вот, выбрав инструмент трансформации и покрутив объект, он будет крутиться вокруг той точки, которую я установил. Далее инструмент Morphing. Он нам с вами не пригодится. Под ним инструмент Hand, то есть ладошка, который по умолчанию во всех программах обычно стоит на пробеле, чтобы двигать экран. Вместе с ладошкой есть еще пару инструментов, один из которых очень важный это Rotate View. Rotate View по дефолту у нас вызывается сочетанием клавиш Ctrl-Alt или на маке Command-Option. То есть когда вы рисуете что-либо, если вы сжимаете Command-Option, то вы можете крутить ваш экран, что очень помогает рисовать. А нажав сочетание клавиш Shift-M вы можете вернуть в исходную позицию. Итак, у нас с вами осталось еще пару инструментов, такие как Transform, который казалось бы обычный Transform, ничего особенного, но здесь в Toon Boom он привязан к такой кнопке как Animate и к Timeline напрямую. Поэтому его мы рассмотрим чуть попозже. Сейчас давайте перейдем к последнему инструменту, такому как Onion Skin. На самом деле Onion Skin это вовсе не инструмент. Onion Skin это функция. Для тех, кто не знает, я объясню. Эта функция присутствует абсолютно во всех анимационных программах. И ее можно назвать самой главной функцией. Потому что именно благодаря ей и делается анимация. Чтобы показать наглядно, как она работает, давайте продлим нашу экспозицию до 20-го кадра. Нажимаем кнопочку F5. В первом кадре я перетаскиваю наш текст в левую сторону при помощи трансформа. А в последнем кадре я перетаскиваю вправо. То есть у нас получилась такая линейная анимация. И на 10-м кадре остановимся и активируем наш Onion Skin. Для этого заходим в Windows нажимаем Onion Skin. У меня он находится вот в этой панельке. Если у вас его тут нет, вы можете добавить его либо в верхнюю, либо в нижнюю панельку, щелкнув по плюсику и выбрав Onion Skin. Далее, чтобы активировать Onion Skin, вы должны просто щелкнуть по самой центральной клавише. Первое, что мы видим, это то, что наш текст как будто бы размылся. На самом деле никакого размытия нет, просто Onion Skin нам показывает предыдущие кадры и последующие кадры. Красным цветом идут предыдущие кадры, зеленым последующим. Если рассмотреть окно Onion Skin, можно его поделить пополам. То есть, вся левая часть у нас отвечает за предыдущие кадры в анимации, вся правая часть за последующие. Соответственно, и цвета вы тоже можете поменять прямо здесь. Вот он красный цвет, отвечающий за предыдущие кадры и зеленый за последующие. Прозрачность Onion Skin регулируется ползунком, который находится прямо посерединке. То есть, если вам нужно сделать более прозрачным или более видимым ваш Onion Skin. Также вы увидите 10 цифр, которые уходят налево или направо. Это количество кадров, которые вы хотите видеть на экране. Можно активировать все 10, можно сделать лишь по одному кадру. И под каждой цифркой у нас есть свой ползунок, который отвечает за прозрачность каждого кадра. Также есть небольшая кнопочка By Frames или By Drawings. Это разновиденности Onion Skin, который показывает нам либо соседние кадры, либо соседние рисунки, которые могут находиться за некоторое количество кадров. По Onion Skin, думаю, должно быть вам понятно. Это именно тот инструмент, благодаря которому рисуется анимация. То есть активировав Onion Skin, вы можете рисовать кадр, опираясь на предыдущий кадр. Или вставлять какое-то промежуточное между последующим и предыдущими кадрами. Сейчас пока мы это отключим и перейдем к трансформу. Но чтобы понять, что такое трансформ, нам нужно сперва понять, что же такое ключевые кадры. Для этого позвольте мне нарисовать небольшую анимацию в новом слое. Я пока что вскрою наш текст, возьму кисть и создам небольшую анимацию. Итак, моя анимация закончена. Как вы видели, она создавалась вручную, кадр за кадром. И если вы теперь присмотритесь к таймлайну, то вы увидите то, что наши слои отличаются. Если в анимации с шариком наш таймлайн разделен на небольшие отсеки, где каждый отсек это отдельный рисунок, состоящий из двух кадров, то в слое с нашим текстом у нас есть всего два ключевых кадра, которые я создавал. И вся анимация между ними была создана автоматически компьютером. Это, собственно, и есть перекладочная анимация, а в случае с шариком это покадровая анимация. То есть, как вы видите, у нас есть два вида ключевых кадров. Это exposure или они еще по-другому называются cells, как вы видите здесь. И ключевые кадры, которые обозначаются черными точками, которые называются keyframes. Именно эти keyframes и создаются при помощи инструмента transform. Теперь я расскажу, что за бегущий человечек у нас изображен чуть выше. Во-первых, откроем наш свой с текстом. Бегущий человечек, или по-другому кнопочка, это называется animate. Когда у нас эта кнопочка активирована, а она может быть либо активирована, либо деактивирована, то есть, когда человечек спрос состоит на месте. Так вот, когда она активирована, и мы с вами используем инструмент transform, давайте я продемонстрирую. Перейдем на десятый кадр. И если я при помощи инструмента transform делаю какие-либо изменения на экране, предположим, перетаскиваю текст чуть ниже, то у нас автоматически создается ключевой кадр в выбранном месте. И наша анимация теперь состоит из трех кадров. Если же у нас animate не активирован, я перейду на кадр, где у нас нет ключевого кадра, и перетащу наш текст куда-нибудь в сторону, то вы увидите то, что вся наша траектория, вся наша анимация переносится полностью. То есть, мы не создаем ключевой кадр, мы двигаем всю анимацию, весь слой, во всей сцене. Я могу, предположим, уменьшить наш текст, и он у меня будет уменьшен во всей сцене. Я могу его немножко повернуть, и он будет перевернут везде. Если же я уменьшу наш текст, когда у нас активирована кнопка animate, то он у меня уменьшится только в одном единственном кадре. Во всех остальных кадрах он останется прежним. При этом, если вы щелкните по плюсику, то вы увидите то, что все ключевые кадры у нас сохраняются по отдельности. То есть, отдельно position по X, Y и Z, отдельно rotation, отдельно scale по X, по Y и отдельно с Q. То есть, предположим, если у вас готова анимация, но вы вдруг передумали и решили то, что ваш объект не должен вращаться, вы можете выделить все ключевые кадры, связанные с rotation, и нажать delete keyframes, или щелкнуть по клавише F7. Таким образом, все ваши ключевые кадры сохранились, но объект при этом перестал вращаться. Сворачиваем обратно. Если вы хотите удалить все ключевые кадры, точно так же нажимаете delete keyframes, объект возвращается на исходную позицию. Думаю, с инструментом transform более-менее понятно. Давайте продолжим изучать таймлайн. Во-первых, давайте я скрою слой с текстом и открою анимацию с мячиком. Итак, как вы поняли, у нас в таймлайне ToonBoom'a есть два вида ключевых кадров. Во-первых, это cells, то есть ключевые кадры с нашим рисунком, который мы отрисовали. И так же есть keyframes, которые созданы при помощи инструмента transform. При этом ключевые кадры могут быть наложены друг на друга, то есть одно другому не мешает. И в тот момент, когда у нас уже с вами готова анимация, мы можем так же взять инструмент transform. Предположим, я отключу анимацию и при помощи transform я могу трансформировать и перемещать нашу анимацию. Если я перемещаю куда-нибудь вбок, вся анимация у нас, как вы помните, перемещается. Я могу развернуть на 90 градусов. При этом анимация у нас точно так же сохраняется. Это весьма удобная фишка. Предположим, представьте, что у нас здесь анимация идет не мячика, а рта. То есть, когда персонаж разговаривает, у него открывается, закрывается рот. И персонаж, если при этом у вас передвигается, куда-то идет или куда-то залезает, вам достаточно нарисовать анимацию рта статичную, а потом просто брать и при помощи ключевых кадров ее перемещать кадр за кадром. Потому что, если мы нажимаем кнопку animate, в этом кадре у нас, предположим, мячик должен стоять здесь, я создам keyframe, нажав клавишу F6. А в следующем кадре я уже хочу переместить ее, допустим, вот сюда. А в последнем кадре я ее перемещаю вот сюда. И при этом у нас с вами сохраняется и покадровая анимация, и перекладочная анимация. теперь очень важный момент, который каждый из вас должен запомнить, это то, что при рисовании какого-либо объекта, когда у нас создается новый ключевой кадр, ему присваивается свое название, а если точнее, своя нумерация, которую вы можете увидеть в колонке параметры. То есть, если я буду сейчас щелкать между кадрами, вот первый кадр у меня параметр 1, далее 2, 3, 4, 5, это как бы наименование кадров. То есть, когда рождается ребенок, ему дается имя, так же и здесь, когда создается рисунок, ему присваивается свой параметр. И если я начну щелкать дальше, вы можете увидеть то, что между вот этими кадрами у меня параметр не меняется, потому что и рисунок тоже не меняется, а затем вообще идет на убывание. 4, 3, 2, 1. Это потому, что я делал анимацию растяжения вручную, рисовал кадр за кадром, а анимацию сужения я просто копировал кадры и вставил их в обратном порядке. Так вот, важность заключается в том, что если мы делаем изменения в каком-либо кадре с определенным параметром, то в другом кадре с таким же параметром все те же самые изменения вносятся. Я покажу это наглядно. Копируем самый первый кадр и вставляем его на 30. Я перенесу в серединку нашу анимацию. Она перенеслась вся, между прочим. Так вот, в этом кадре я, предположим, ему нарисую личико, глазки и ротик. И теперь, когда мы с вами вернемся обратно к анимации, мы увидим то, что во всех кадрах с параметром 1 у нас появились глазки, появилась личика. Даже если я удаляю 30 кадр, у нас все равно сохранились везде глазки. Это на самом деле очень полезная функция, но нужно уметь не наступать на такие грабли и не портить свою анимацию, если вы не хотите, чтобы ваши изменения вносились во все кадры. Для того, чтобы избежать подобной ситуации, нам нужно выбрать кадр, и если мы хотим заменить параметр, мы нажимаем вот эту кнопку. Называется Deplicate Drawing. То есть он делает точно такой же кадр, но с абсолютно другим параметром. Как видите, я щелкнул, и параметр изменился на 6. Поэтому если сейчас мы удаляем лицо, то в первом кадре она у нас сохраняется, а в последнем кадре у нас ее нет. И при этом вы должны понимать то, что у каждого слоя есть своя библиотека, в которой хранятся все наши рисунки, которые вы когда-либо рисовали в этом слое. Чтобы увидеть библиотеку, щелкаем по вкладке Library. Здесь вы увидите, во-первых, превью текущего рисунка, название текущего рисунка, и чуть ниже ползунок с определенным количеством засечек. Каждый из этих засечек отвечает за отдельный рисунок, который был когда-либо нарисован в этом слое. То есть, если я двигаю ползунок и выбираю пятый рисунок, то на экране наш рисунок меняется с шестого на пятый. Выбираю четвертый, он четвертый. И так далее. Если я ухожу в ноль, то рисунок вообще удаляется. При этом, если я удалю все наши кейфреймы, то в библиотеке все равно сохраняется информация о ранее нарисованных рисунках, и анимацию можно восстановить. И эта библиотека существует до тех пор, пока существует слой. Верну нашу анимацию. Ctrl-Z. Чтобы у вас было более наглядное понимание, как устроена библиотека, вы можете открыть такое окно, как Drawing Substitutions, которое было добавлено только в последней версии Harmony 16. Здесь вы видите все наши кадры, которые имеют свои названия. Вы можете увеличить превью, либо уменьшить. Ну и раз мы с вами заговорили о библиотеке, я вам покажу, как можно импортировать сюда иллюстраторские файлы. Если, предположим, вы работаете в программе Adobe Illustrator и создав векторного персонажа, хотите импортировать его в Toon Boom и заанимировать, для этого нужно сделать следующее. Во-первых, находим Harmony Advanced Library. Нажимаем правой кнопочкой, далее Write to Modify. Теперь мы разблокировали нашу библиотеку и можем импортировать файл. Жмем File, Import, SVF Illustrator Files to Library и выбираем нужный нам файл. Импортировать также можно помимо SVF и AI еще PDF файлы. После того, как вы импортировали файл, он у вас появляется в этом правом окошке. Далее из этого окошка вы можете просто его взять и перетащить в ваш таймлайн. При этом, если ваш персонаж в Adobe Illustrator был нарисован по слоям, то импортировав сюда, у вас все слои сохраняются. Но здесь каждый отдельно ваш слой будет, как и в случае с нашим шариком, разделен вот на такие засечки. То есть, если вы импортировали персонажа, а на главном экране у вас появилась только голова, то не пугайтесь. Если вы продвинете ползунок, то вы увидите и туловище, и руки, и голову, и все остальное. Также векторность вашего персонажа, она сохраняется. То есть, вы можете при помощи Contour Editor также редактировать все ваши части тела и продолжать работать в векторном стиле. Ну, с библиотекой все. Продолжаем дальше. На таймлайне вы также можете увидеть два ползунка. Один это большой красный, который отвечает за длину сцены, зажав которой можно увеличить сцену либо же уменьшить ее. То же самое можно сделать, если мы кликаем по вкладке сцена Scene Length и здесь уже вписать кадр, на котором будет заканчиваться наша сцена. Также небольшой черный ползунок, который отвечает за количество кадров, которое будет воспроизведено при нажатии кнопки Play. То есть, если я нажимаю Play, вы видите, то что из всей сцены, которая состоит из 60 кадров, у меня проигрывается только 20. Если я ползунок перетаскиваю, у меня будет проигрываться уже вся сцена. Далее пробежимся по таймлайну по порядку, слева направо. Во-первых, кнопка Play. С ней вы уже ознакомились, она просто проигрывает анимацию. Рядом с ней Render and Play. Это вы сперва рендерите вашу сцену, а потом можете посмотреть, как она смотрится в финальном виде. Но я обычно ей не пользуюсь, мне достаточно увидеть, как смотрится анимация в превью, а потом я экспортирую ее уже обычным, привычным путем. Следующая кнопка это Loop, которая зацикливает или не зацикливает нашу анимацию. Следом за ней это Sound. Если у нас есть звук в анимации, то мы проигрываем со звуком, либо же без звука. И кнопочка Scrubbing. То есть, если вы двигаете текущий кадр, вы можете слышать звук, который находится на этих кадрах. Далее по слоям. У каждого слоя слева вы можете увидеть, во-первых, два глазика, при помощи которых можно скрыть лейер и либо его открыть. Рядом с ним это Solo Mode, то есть, щелкнув по которому, мы открываем наш слой в Solo режиме. То есть, все остальные слои пропадают, остаются только один. Следующий это Onion Skin. Можем активировать или деактивировать его здесь. Также мы можем активировать Onion Skin нескольких слоев. Затем, замочек, он блокирует наш слой, в котором мы уже ничего сделать не можем. Либо разблокируем его. Следующий серый квадратик, если вы щелкните по нему единожды, то вы увидите контур вашего рисунка, что бывает очень удобно при детальной анимации. Если же вы щелкните два раза по этому квадратику, вы можете выбрать любой другой цвет для этого слоя. Что бывает весьма удобно, когда вы имеете дело с огромным количеством слоев. Ну, затем, само название слоя. Ну, и плюсик, который мы с вами уже рассматривали. И следующая колонка параметры, с которой вы тоже уже знаете. Теперь, как создаются слои. Во-первых, вы можете увидеть, у меня три слоя, нижний из которых Color Card отличается от верхних двух. Это потому, что на самом деле Color Card это вовсе не слой, в котором можно рисовать анимацию. Это просто слой с цветом. Если мы его отключим, то вы увидите то, что наш рисунок находится на самом деле на сером фоне. И вообще, по дефолту в Тунбуе всегда стоит серый фон, который не является цветом. То есть, если я отрендеру сейчас нашу анимацию в таком виде, то это будет анимация на прозрачном фоне с альфа-каналом. Если вам альфа-канал не нужен, то вы можете добавить Color Card. Для этого вы нажимаете плюсик и щелкаете по Color Card. Далее два раза щелкаете по Color Card и выбираете цвет, который вам нужен. Чтобы создать слой, в котором вы уже хотите начать анимацию, для этого вам нужно щелкнуть на плюсик, а затем Drawing, то есть создать Drawing Layer. Либо же щелкнуть вот на эту кнопочку Add Drawing Layer, щелкнув по которой всплывает небольшое окошко, в котором вы пишете название слоя и нажимаете Add. Либо же Add and Close, что закрывает это окошко. Чтобы удалить слои, нажимаете на минус. Чуть выше вы увидите два таких ползунка, при помощи которых можно двигать вашу анимацию, но на самом деле они не очень удобные и вряд ли вам пригодятся, так же как и вот эти несколько окошек. Что вам действительно пригодится, так это вот этот вот набор кнопок. Давайте пробежимся по ним по порядку. Самая первая кнопка это Create Empty Drawing. Она создает новый пустой кадр. То есть если мы в пустом пространстве, где нет у нас кадров, нажимаем Create Empty Drawing, то как видите, у нас создался новый кадр, который имеет свой уникальный параметр и является пустым кадром. То есть в рабочей области у нас ничего нет. Вообще делать этого конечно не обязательно, потому что если щелкните по пустому пространству и начнете рисовать, то вы увидите то, что кадры тут создаются автоматически. А вот если мы возьмем предыдущий кадр, то есть предыдущую экспозицию и растянем ее до 40-го предположим кадра, и где-то на 30-ом посерединке нажимаем Create Empty Drawing, то вы увидите, что наша экспозиция поделилась пополам. И у нас создался новый уникальный пустой кадр со своим параметром. Но если же вы щелкните по соседней клавише, которая называется Duplicate Drawing, то вы увидите, что у нас точно так же поделилась экспозиция пополам, точно так же создался новый уникальный кадр со своим параметром, но при этом в рабочей области сохранился предыдущий рисунок. При этом это является копией предыдущего рисунка. То есть если вы здесь вносите какие-либо изменения, то в предыдущий кадр эти изменения не переносятся, так как это уже уникальный отдельный кадр. Итак, уберем созданные кадры. Следующие кнопки это Create, точнее Insert Keyframe и Delete Keyframe. Это ключевые кадры, которые, как вы помните, создаются при помощи трансформа, то есть кадры для перекладки. Если мы щелкаем в первом кадре Insert Keyframe, то вы увидите, что у нас создается такая небольшая точка в кадре. И если в последнем кадре мы тоже создаем ключевой кадр, то у нас появляется черная полоска, которая является анимацией, которая превращает первый ключевой кадр в последний ключевой кадр. Если мы вносим какие-либо изменения и, предположим, в первом кадре мы перенесем наш рисунок влево, то в последнем кадре он остается на месте. И эта черная полоска, она означает как раз-таки превращение первого кадра в последний. Рядочком есть две кнопочки, которые называются Set Motion Keyframe и Set Stop Motion Keyframe. Они также относятся к перекладочной анимации. И если мы щелкнем по Stop Motion Keyframe, то, как видите, наша анимация, то есть наша черная полоска просто исчезла. У нас остались лишь ключевые кадры. И вся анимация будет теперь только по ключевым кадрам. У нас нету постепенного превращения одного кадра в другой. А вот если мы щелкнем обратно по Set Motion Keyframe, то мы возвращаем нашу черную полоску, которая создает постепенное превращение одного кадра в другой. Также рядышком есть две кнопочки это Go To Previous Keyframe и Go To Next Keyframe, которые просто переключаются между ключевыми кадрами. С этим, я думаю, понятно. Ключевые кадры можно убрать клавишей F7. Идем дальше. Следующие две кнопки это Add Key Exposure и Remove Key Exposure. Их функция заключается в следующем. Предположим, выберем вот этот наш длинный кадр, у которого параметр 2 и щелкаем по кнопке Add Key Exposure. Как вы видите, наша экспозиция поделилась пополам. Но при этом параметр сохранился тот же самый. То есть вы видите, что слева у нас параметр 2 и справа также параметр 2. А соответственно, если вносить какие-либо изменения в этом кадре, то все наши изменения будут переноситься и на соседний кадр. Ну а кнопка Remove Key Exposure, она соответственно удаляет нашу экспозицию. И соответственно, если мы выберем некоторое количество кадров и нажмем на клавишу Key с минусом, у нас также удаляются все наши кадры. Соседняя кнопочка под названием Center On Selection ее функция заключается в следующем. Если у нас, предположим, в таймлайне есть огромное количество слоев, выберем сейчас слой Ball и скроем его вниз. То есть, у нас выделен какой-либо слой, который у нас не видно в таймлайне, который находится где-то внизу либо где-то сверху. Если же мы щелкнем по клавише Center On Selection, то таймлайн просто демонстрирует, какой слой у нас сейчас выделен. Также, если сделать двойной щелчок по этой клавише, то он открывает нам все дочерние слои данного лейра. А в Toon Boom это делается довольно часто, особенно если вы занимаетесь перекладочной анимацией, вы можете брать слои и засовывать их под какой-либо другой слой. При этом у нас появляется стрелка слева от названия слоя, щелкнув по которой вы можете открыть либо же скрыть все слои. Грубо говоря, дочерние слои, они у нас зависят от нашего основного слоя. То есть, если мы какие-либо трансформации вносим в главный слой, то все трансформации также отражаются на слоях, которые принадлежат ему. Удалим ненужные слои и идем дальше. Следующая кнопка, на которой изображены два графика, это очень важная кнопка для тех, кто занимается перекладочной анимацией, называется Set Is. Для тех, кто раньше работал уже в After Effects, тот, наверное, знает, что такое Is. Она при помощи графиков делает замедление либо ускорение для нашей анимации. Сейчас покажу, как она работает. Во-первых, уберем все наши кадры и оставим исключительно шарик. Далее, при помощи инструмента Transform, я сделаю такую небольшую линейную анимацию. В первом кадре шарик у нас будет в одной стороне экрана, а в последнем кадре противоположной. У нас создалась небольшая линейная анимация, довольно простая. И я сделаю дупликат этого слоя. Нажимаем Duplicate. И вторую такую анимацию я сделаю чуть пониже. Дальше давайте сделаем еще третий дупликат. Сделаем его еще выше. То есть у вас будет сейчас три шарика. Это будут три одинаковых анимации. Теперь при помощи инструмента SetEase мы сделаем замедление и ускорение для каждого разное. Для самого верхнего шарика мы оставим вообще не будем его трогать, пусть у нас остается линейным. А для нижних двух слоев давайте сделаем небольшое замедление и ускорение. Данный график показывает нам нашу анимацию. В данном случае она у нас линейная, как вы видите. То есть она идет напрямую, график у нас без каких-либо изгибов, он прямой. Тот кадр, который находится по центру этого экрана, это и есть кадр, который у нас выбран. То есть это первый кадр. Мы можем вписать сюда число от 0 до 100. Предположим, давайте пишем сюда число 30. Как видите, наш график немножко изогнулся. Мы нажимаем Apply Next, то есть переходим к следующему кадру и также вводим число 30 на замедление. Теперь вы видите, то что наш график он немножко изгибается в начале и в конце. Можем теперь проверить, как это отразилось на нашей анимации. Как видите, количество кадров у нас осталось то же самое, но анимация при этом изменилась. То есть средний шарик у нас теперь замедляется и ускоряется. Можем сделать, провести ту же операцию на наш нижний шарик, но вводим число теперь не 30, а предположим 70. Теперь вы видите, что график наш изгибается еще больше. Проверим, как это выглядит в анимации. Как вы видите, анимация наша полностью изменилась. Несмотря на то, что у нас три шара в трех разных слоях движутся из точки А в точку Б абсолютно одинаковое количество кадров, анимация выглядит абсолютно по-разному. В зависимости от того, насколько сильное замедление и ускорение мы добавляли к нашим шарам. Так, удалим наши слои с шарами, включаем основной и двигаемся дальше. Следующие две кнопки вам скорее всего не пригодятся, потому что их функции не настолько уж и не необходимы в анимации. То, что вам действительно понадобится, так это следующие три функции, которые называются Paste Mode. Как вы поняли, в таймлайне Toon Boom у нас есть с вами два вида ключевых кадров. Это Exposure и Keyframes. Exposure выглядит вот такими прямоугольниками серыми, а Keyframes выглядит как точки. Так вот, здесь у нас с вами три мода. средний из них это Keyframes Mode, справа прямоугольничек это Exposure Mode и слева это Общий Mode, где у нас есть и Exposure и Keyframes. Сейчас я покажу, для чего они нужны. Я создам на последнем кадре ключевой кадр. Вот у нас появилась точка. Смотрите, если я последний кадр теперь перетащу на 30-й, у нас с вами перенесся и Exposure и Keyframe. Нажимаем Ctrl-Z. Если же теперь мы с вами включим Keyframe Mode и перетащим тот же самый кадр на 30-й, то увидим, что у нас перенесся исключительно Keyframe. Ну и соответственно, если у нас Exposure Mode, то у нас будет переноситься только Exposure. Это просто три функции, три разных мода, при помощи которых удобнее управлять кадрами в нашем таймлайне. Ну и еще одна функция, которая вам может очень пригодиться, называется Paste Reverse. То есть, если вы нарисовали какую-либо анимацию, у вас есть какое-то количество кадров, которые вы хотите отразить задом наперед, то вы должны просто скопировать вашу анимацию, затем нажать правой кнопкой мыши, щелкнуть Paste Reverse и ваша анимация вставится только в обратном порядке. По таймлайну у нас все, давайте переходить к цветам и палитре. Чтобы продемонстрировать некоторые возможности Тунбума в плане палитры, я скопирую наш текущий слой и разведу в стороны наш текст. Теперь у нас есть с вами два слоя с одним и тем же текстом и давайте рассмотрим палитру более подробно. Окно палитры, то есть вкладочка Color устроено следующим образом. У нас есть одна основная палитра сцены, в которую входит какое-то количество цветов чуть пониже. То есть сверху у нас наши палитры, снизу у нас цвета, которые относятся к этой палитре. То есть если я щелкну по плюсику, то я могу добавить какую-то палитру. Это бывает весьма удобно, если вы хотите структурировать цвета в вашей сцене. Представьте, что у вас несколько персонажей в сцене. И чтобы все цвета всех персонажей не были перемешаны в кучу, для этого можно создать для каждого персонажа свою палитру. Я ввожу название палитры. Персонаж номер один. Как только я создал новую палитру, вы видите, что снизу у нас поменялись цвета. Теперь если я щелкаю и переключаюсь между палитрами, то у меня меняются цвета и показывается в какой палитре какие цвета есть. Я могу добавить цвета. Достаточно щелкнуть по клавише плюс. Когда вы щелкаете по плюсу, у вас просто копируется текущий выбранный цвет. То есть если я здесь выбираю другой оттенок, красный, например, щелкаю по плюсику, то у меня добавляется новый цвет, скопированный из того, который был выбран. Также каждому цвету можно давать свое название. Это бывает также очень удобно, если вы используете определенный цвет для определенных целей. Предположим, у вас красный это цвет кожи персонажа, то вы можете щелкнуть два раза и написать название для этого цвета как кожа. Если черный вы используете как обводку, то вы можете так и написать обводка. Теперь вы точно не заблудитесь в ваших цветах и можете переключаться между палитрами, также давать название палитрам, можно их вообще скрыть, чтобы они вам не мешались, либо же развернуть. Ну а при помощи минуса можно удалять ненужные цвета. Также и удалять ненужные палитры. Следующий очень важный момент это то, что если вы меняете какой-либо цвет, которым вы уже пользовались и рисовали в сцене, то все, что вы когда-либо нарисовали, также меняется. То есть, как видите, наш текст поменялся с красного на синий. Это бывает очень удобно, когда вам нужно поменять цвет во всей сцене, то есть поменять полностью палитру сцены. Но есть более удобная функция, которая была добавлена в предпоследней версии Harmony 15. Сейчас я ее покажу. Я не просто так создал вот эти два текста в разных слоях. Сейчас я покажу почему. Во-первых, если мы хотим поменять какой-либо цвет, мы должны выбрать тот цвет, который хотим поменять, нажать на него правой кнопкой и затем выбираем Recall Drawings. У нас всплывает небольшое окошко, которое нам предлагается на выбор. Это поменять цвета текущего кадра, затем поменять цвета всех кадров данного выбранного слоя, либо же поменять все цвета всех слоев, всех кадров во всей сцене. Давайте выберем вторую опцию, это поменять цвет только в текущем выбранном слое. И нам нужно выбрать на какой цвет мы поменяем. У меня на данный момент только два цвета, это черный и красный. Я выбираю черный, нажимаем ОК. И как видите, у нас поменялись все кадры только в одном слое. То есть нам не пришлось создавать новый цвет и потом что-то перекрашивать, все какие-то кадры. Достаточно нажать одну кнопочку и мы можем очень легко поменять палитру. Также можно поступить следующим образом. Предположим, у нас уже сформирована палитра нашей сцены, а я хочу поменять цвета. Я создаю, во-первых, новую палитру, называю ее альтернативные цвета. Нажимаем ОК. Далее здесь мы выбираем новую палитру, создаем новые цвета какие-то. Затем возвращаемся к нашей палитре, текущей. Выбираем тот слой, который нам нужно заменить. Я сейчас выберу другой слой. Выберу цвет, который нам нужно заменить. Нажимаем Recall Drawings. И у нас точно так же здесь появилась новая палитра. Поэтому если мы щелкнем по ней, мы увидим новые цвета. И уже можем поменять на новые цвета, которые мы ранее создали. Нажимаем ОК. И мгновенно поменялись цвета. В отличие от всех других анимационных программ, Toon Boom нам предоставляет очень удобную работу с цветом. За что ему огромный респект. Итак, мы с вами вкратце, но довольно подробно пробежались по интерфейсу программы. Узнали, где какие окна находятся, какие инструменты за что отвечают, какие кнопки для чего нужны. Мы с вами также научились настраивать горячие клавиши под себя, чтобы было удобно работать. Рассмотрели все инструменты рисования и их параметры. Узнали, как работает таймлайн, какие ключевые кадры бывают, как управлять слоями, как управлять цветом и палитрами, как редактировать цвета. И, собственно, этого вам будет достаточно, чтобы начать работать в Toon Boom. Единственное, что вам осталось узнать, это как импортировать материалы в программу и как делать рендер, то есть делать экспорт. Давайте начнем с импорта. Щелкаем по вкладке файл, затем импорт и мы видим то, что импортировать можно, во-первых, со сканера, если кто пользуется, затем картинки с компьютером, видео и звук. Также можно импортировать иллюстраторские файлы либо sff. Чуть ранее я рассказывал, как это делать, поэтому возвращаться к этому не буду. Начнем с картинок. Жмем images. Перед нами всплывает небольшое окошко, где, во-первых, нужно выбрать директорию нашей картинки, которую хотим импортировать. Нажимаем ОК. Затем нажимаем Create Single Layer, где указываем название, как будет называться слой, который у нас будет создан с нашей картинкой. Либо же, если вы импортируете секвенцию, у вас будет выбрана кнопка Create Layers Based on File Names, то есть либо создать один слой с секвенцией, либо создать несколько слоев с картинками. Затем нам предлагается выбрать, как будет выглядеть наша картинка, то есть это будет либо как Original Bitmap, либо как Toon Boom Drawing, либо это будет конвертированный в Vector Drawing. Лучше пользоваться обычным Toon Boom битмаповским Drawing, то есть выбирайте среднюю опцию. Чуть ниже это Выравнивание, то есть наша картинка будет умещена по вертикали, либо же по горизонтали в нашу сцену, либо же можно оставить актуальный размер картинки. То есть если она у вас меньше, либо больше, чем сцена, то она будет сохранять актуальный размер. Ну и также можно импортировать с альфа-каналом. Далее нажимаете ОК и картинка импортируется как правило в нижний слой, то есть можно его поднять выше. И вот наша импортированная картинка. Тут ее можно уже деформировать как хотите. Давайте перейдем к следующему импорту, это Movie. Особенность Toon Boom в том, что импортировать и экспортировать видеофайлы можно лишь в одном единственном формате это MOV. Здесь у нас примерно те же настройки, что и при импорте картинок. Единственное, что у нас уже выбрана секренция. Теперь нам осталось создать слой с названием для нашего видео. Также выбираем Import Aston Boom with Mamp Drawing Выравнивание по вертикали или по горизонтали и нажимаем ОК. Также по дефолту наши видео импортируются на самый нижний слой. Давайте его приподнимем. Наше видео разбилось на кадры как в видео. Тут есть кое-какая анимация. И также импортируется слой со звуком. Давайте слой со звуком удалим. И еще я вам забыл сказать одну важную вещь по поводу таймлайна. То, что если допустим у вас анимация готова по одному кадру, а вы хотите сделать ее по два, вам не обязательно продлевать ее вручную каждый кадр. Вы можете это сделать гораздо проще. Достаточно выбрать все необходимые кадры. Нажимаете правую кнопку, затем Exposure и можете выбрать сделать эти кадры по два либо по три либо еще какое-либо количество. Нажимаем Set Exposure на два и как видите все наши кадры в два раза увеличились. Также их можно обратно выделить и сделать по одному либо по три либо по четыре как вам угодно. Также если вы хотите сделать цикл анимации вы можете выбрать все кадры нажать правой кнопкой затем Create Cycle и выбрать сколько раз сделать цикл. Допустим нажимаем три и как видите наша анимация повторилась три раза. С импортом видео я думаю понятно. также с импортом саунда тоже никаких проблем не должно быть просто выбирайте звук и импортируйте и у вас появляется свойство звуком как вы видели до этого. Теперь с экспортом. Чтобы продемонстрировать как работает экспорт мне нужно во-первых какую-то анимацию экспортировать. Позвольте мне открыть одну из ранее созданных сценок. Предположим у нас есть вот такая анимация мы не будем сейчас экспортировать всю сценку давайте возьмем небольшой участок от нулевого до сорокового кадра выглядит она вот так вот нажимаем файл экспорт здесь также можно экспортировать секвенцию файлов либо экспортировать видео в формате мов либо же сделать гифку также можно сделать свф то есть если вы хотите экспортировать векторе либо open jl frames но как правило нам всем требуется вот эти три опции это секвенция картинок либо же одна единственная картинка в виде текущего кадра либо же видео либо же это гифка если нажимаем картинки то мы во-первых выбираем формат какой картинки нам нужен png если мы хотим с альфа каналом мы можем нажать color with transparency также выбираем директорию и выбираем количество кадров мы можем экспортировать сразу же все кадры либо же экспортировать один кадр если мы хотим сороковой кадр нажимаем от сорокового до сорокового таким образом мы экспортируем только один сороковой кадр если же хотим секвенцию нажимаем от первого до сорокового выбираем префикс т.е. название и далее ok следующее экспорт это видео. Тут примерно все то же самое. Мы выбираем название для нашего видео. Допустим небольшой шот. Выбираем либо же все кадры, либо как в моем случае от 1 до 40. Тут можно выбрать резолюцию, то есть размер у нас будет либо тот же самый который используется в сцене, то есть в Full HD. Либо же можно экспортировать половину экрана, либо одну треть, либо одну четвертую. Выбираем тот же самый размер. Затем небольшие опции, которые можно настроить единожды и затем они будут сохраняться. Итак по дефолту настройки примерно следующие. Стоит компрессия h.264. Лично я рекомендую поставить animation. Далее эта глубина здесь millions of colors с плюсиком. Плюс означает transparent. То есть при рендере у вас будет также присутствовать альфа канал. И качество выбираем best. Щелкаем ok. prepare for internet streaming. Это нам не нужно. Sound можем оставить. Нажимаем ok. Все настройки у нас готовы и сохранены. Далее нам уже не придется их настраивать. В следующий раз вы просто будете вводить название видео при экспорте, количество кадров и будете щелкать ok. Давайте я сделаю небольшой экспорт. Нажимаем download. В загрузке я экспортирую эту анимацию. Экспортируется довольно быстро. И вот она наша короткая анимация. экспортируется звуком в формате full hd, как мы и настраивали. Ну и следующий вид экспорта это анимейтед гиф. Настройки такие же при экспорте. Можно точно также его экспортировать в downloads. Нажимаем кадры с первого по сороковой. Размер можем сделать поменьше. Для гифки не обязательно большой размер. Ставим три четверти. Зацикленно ставим loop и нажимаем ok. Экспорт прошел успешно. И как видим гифка работает нормально. Итак с экспортом мы тоже с вами разобрались и на этом наш с вами урок подошел к концу. Я надеюсь вся сегодняшняя информация была для вас полезной и теперь вы можете переменять TuneBoom в своей работе. Если вы являетесь motion дизайнером, то вы можете либо делать ролики целиком в TuneBoom, либо можете дополнять им свои анимации, сделанные в Adobe After Effects. Для этого вы можете просто импортировать в TuneBoom отрендеренные сценки, создавая новый слой, дополнять сцену по кадровой анимации, добавлять ликвидные шлейфы к движущимся объектам, либо делать по кадровую персонажку, а затем экспортируя с альфа каналом вставлять обратно в IE. С вами был Данила Михайлов. Если вам был полезен этот урок, то ставьте лайки и следите за новостями. Потому что в этом уроке я лишь просто ознакомил вас со в том, в котором я делаю анимацию. А если же вам интересно вживую увидеть как именно я делаю анимацию и узнать какие-то новые фишки, то включайте следующий урок. Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok